Наверное, многие из вас представляют гиен как грязных злорадных падальщиков, которые только и ждут, чтобы отобрать добычу у настоящих охотников. Такой образ в значительной степени формируется благодаря фильмам и телевидению, где гиен часто изображают коварными и трусливыми существами, питающимися останками добычи других хищников. Этот стереотип имеет свои корни в наблюдениях за поведением гиен в дикой природе, но он далек от полной картины. Да, гиены время от времени поедают падаль, но это всего лишь одна из многих их стратегий выживания. Стоит помнить, что большинство хищников, включая львов и леопардов, тоже не брезгуют падалью. Более того, медведи, которых многие считают символом силы и величия, обожают мясо с душком и даже специально оставляют свежую добычу дозреть на солнце, прежде чем к ней приступить. Но что же на самом деле представляет собой гиена? Это один из самых успешных и организованных хищников Африки. Примерно 90% своей пищи гиены добывают с помощью охоты, а не за счет падали. Их основной рацион состоит из крупных копытных, таких как антилопы, буйволы и зебры. Эти животные, конечно, гораздо быстрее гиен, но последние обладают особыми навыками командной работы. Гиены ведут стайную охоту, и в этом они непревзойденные мастера. Их охота напоминает военную операцию, где каждый член стаи выполняет свою роль. Одни гиены преследуют жертву, выматывая ее, в то время как другие поджидают в засаде, чтобы нанести финальный удар. Такая слаженность и координация действий среди гиен поражает даже опытных зоологов. Говоря о гиенах, невозможно обойти стороной тему их так называемого нахлебничества. Многие считают, что гиены – это паразиты африканской саванны, которые отбирают добычу у настоящих хищников. Но давайте посмотрим на это с другой стороны. Закон джунглей прост, сильный забирает у слабого, и этот принцип справедлив для всех животных. Если бы гиены не отбирали добычу у слабых или менее организованных хищников, то в дикой природе начали бы размножаться особи, не способные к полноценной охоте. Это, в свою очередь, нарушило бы хрупкий баланс экосистемы. Ведь природа не терпит слабых, именно так и сохраняется баланс. Сильные выживают и передают свои гены потомству, а слабые остаются в меньшинстве. Эти хищники играют ключевую роль в поддержании экосистемы саванны. Они предотвращают распространение болезней, уничтожая трупы животных, которые могли бы стать источником инфекции. Таким образом, гиены выступают своего рода санитарным контролем в дикой природе. Кроме того, гиены регулируют популяции других животных, охотясь на слабых и больных особей. Это помогает поддерживать здоровье популяций их добычи и предотвращает чрезмерное размножение, что могло бы привести к истощению ресурсов. Часто можно увидеть сцены, где гиены и львы вступают в противостояние. Лев, как царь зверей, кажется неоспоримым победителем. Но все не так однозначно. Гиены, благодаря своему численному превосходству и организованности, часто способны отогнать даже льва от добычи. Впрочем, они рискуют, и если на пути стаи встанет целый львиный прайд, гиены скорее отступят, чем вступят в бой. Но вот что интересно, хотя львы и гиены конкурируют за пищу, их противостояние является важной частью естественного отбора. Слабые особи, которые не могут защитить свою добычу, вымирают, а сильные передают свои гены дальше. Этот баланс сил между хищниками позволяет экосистеме оставаться здоровой и устойчивой. К сожалению, именно из-за кино и телевидения гиены получили столь негативный образ. Вспомните популярные мультфильмы и фильмы о животных. Гиены почти всегда изображаются как злодеи, смешные и отвратительные создания, вечно находящиеся в тени львов и других хищников. Однако, это далеко от истины. В действительности гиены – невероятно умные, социальные и адаптивные животные. Они могут решать сложные задачи и даже проявляют некоторую форму коммуникации, которую ученые все еще изучают. Эти животные обладают уникальной культурой и поведением, которые делают их не только интересными, но и важными для понимания того, как работает природа. Гиены – это не просто падальщики и нахлебники. Это настоящие стражи баланса в африканской саванне. Они играют важнейшую роль в экосистеме, контролируя популяции других животных, предотвращая распространение болезней и обеспечивая здоровье окружающей среды. Гиены заслуживают уважения и понимания. Возможно, нам всем стоит пересмотреть свои взгляды на этих удивительных существ и увидеть их такими, какие они есть на самом деле. Умные, организованные и невероятно важные для природы.